У нас ювенальная юстиция официально не зарегистрирована, никаких она не имеет прав. Но я знаю, что у нас в России уже просто лишают родительских прав. Приходят эти ювенальщики. Кто они такие? Они говорят, вы не даете своему ребенку пиво пить? Вы не даете ему с наркотиками познакомиться? Вы не даете ему ходить на танцы? Вы не даете ему по интернету порноху смотреть? Мы у вас лишаем родительских прав. Вы ущемляете права ребенка. Ну, знаешь об этом? Ну, и как можно доверить каким-то дядям чужим, чтобы своего ребенку давать, а что не давать? Ну, как это вот можно? А это потому, что разрушен родоплеменной строй. Будем брать его чеченов в пример. Молодцы, ребята. Я только двумя руками за. Нам бы так жить. А у нас все это разрушено. Поэтому есть возможность совершенно посторонним людям навязывать, как мы своих детей должны воспитывать. Да с какой стати? Кто имеет право мне сказать, как моего ребенка воспитывать? Я имею полное право по Конституции жить так, как мои предки жили. Так же? Кто нам это может запретить? По Конституции имеем полное право. Если другие народы у нас в России живут, а так как их предки жили, так же, то почему мы не имеем право? Полное право имеем. На законодательном уровне мы имеем право восстанавливать родоплеменной строй. Если другие народы живут, им это должно быть. А без этого понимаете, что они просто не выжить. Вы говорили вот это вот? Что нам сейчас самое важное? Ответственность. То есть это основа. То есть если будет у нас крепкая семья, значит крепкое племя будет. Крепкий род, крепкий народ. То есть крепкая держава будет. То есть строительство державы начинается именно с семьи. То есть это основное кирпич любого общества. А если семьи разрушены, и держава никакой не будет. Так же?